ребятки всем доброе утро вы на канале семена чемоданных меня зовут славян в инстаграм подписывайтесь я вас сегодня приглашаю в новый выпуск мы на западе крыма тусуемся в палатках в оленевке это самая западная точка крыма чтобы он был максимально полный и клёвый для этого нам потребуется байк чтобы покататься проехать везде поэтому я сегодня его арендую выпуск будет очень интересный и уникальный на нашем канале потому что мы ни разу в выпусках не ездили на байках с вас прошу максимальной поддержки комментарии репосты и конечно же лайк и подписка все погнали почти каждый день хожу набираю питьевую воду технически это понятно постоянно вообще ходим потому что нас две семьи а технической воды у нас всего лишь две баклажки по 12 литров вот сейчас иду набирать питьевую воду это часто спрашиваете как набирать и где набирать питьевую воду вот в этом кемпинге есть питьевая вода 1 литр 4 рубля ну давайте перед тем как мы пойдем с вами арендовать байк мы сначала сходим на пляж посмотрим там обстановочку и конечно освежимся потому что солнце очень палюче вот прям очень поэтому сходим сейчас так вот на пляжик покупаемся и пойдем арендовать какие ребята так ну что вот такая вот установочка на пляжике глядите какая красота море сегодня почти штиль чуть-чуть небольшой штормик но это нам конечно в любом случае не помешает искупаться сейчас пойдем вместе с вами нырять цвет моря вообще бомбический бомбий 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 по бомбий посмотрите какая прекрасная игра водится цвет идеальный прохладно и сейчас освежимся кайф так вот здесь купаемся без рукавов есть детская зона для деток вот дальше глубина а потом идет коса на которой вот люди также стоят обстановочка вот так вот с моря кайф так вот что здесь уже начинается прям глубина поэтому давайте будем нырять раз два раз два три все красота вот теперь можно пойти арендовать погнали что мои дорогие зрители я готов арендовать байк самое главное что нужно уточнить насчет шлема потому что вчера здесь стояли дпс ники и останавливали тех кто едет без шлема поэтому очень важно я очень надеюсь что у нас с вами получится взять в аренду сейчас байк и выпуск получится давайте узнаем вот такой прокат я даже себе шлем присмотрел это хорошо значит меня не штрафануть заказку ну и соответственно безопасность а мы главное чтоб не было этих трещин слой сколов то есть поломанного зеркала ломают обычные ручки ломают боковизы поэтому царапины не в счет я понял ну ладно а так все цело окей так а этот ключик от багажника этот же да так я по а то что ну вот это вот это это все тоже не счет верно то этого даже по коврике они все целое так то что ребята у нас получилось значит арендовать байк это значит что я еду сейчас самое начало оленевки и начинаю вам показывать классный обзор этого села так небольшая вставочка да у меня получилось снять байк и я сделал классный выпуск про оленевку байк был в помощь ссылочку на этот выпуск и оставляю в описании как арендовать байк где арендовать байк в оленевке есть в нашем гайде цена гайда всего лишь 490 рублей и в нашем гайде не только где арендовать байк там куча информации связаны с крымом мы пропутешествовали крым несколько раз и когда мы приезжаем сюда мы постоянно открываем для себя что-то новенькое и постоянно дополняем это в гайд то есть он обновляется всегда онлайн дополнительно уже платить не нужно приобретайте изучайте путешествуйте по крыму с удовольствием для того чтобы его приобрести нужно всего лишь написать либо мне в instagram либо нас ники в instagram в директ а теперь продолжаем выпуске я покажу вам немножечко тарханкут сверху а чуть позже с воды погнали магазинчиком самое основное что интересует всех это вот здесь есть овощи фрукты также смотрите вот в этой лавке мясо очень вкусный шашлык продается поэтому вот можете заглянуть здесь можно купить воду на разлив по цене 4 рубля маски купальники и прочее есть кафе рыбный магазин вот еще вода и и также ребята здесь есть банкомат где вы можете снять себе наличку ну и детям всякие приколюшки также можно купить вот рынок вот такой вот дынька 70 арбузики постой персики 290 помидоры 70 огурцы по 100 баклажаны 125 кабачки 70 на память например купить какие-то магнитики почему бы нет вот такой вот рынок здесь кстати что тоже также можете сразу взять экскурсию ребята много куда возят по всяким разным и вот самая основная конечно да это мы страх анкут и вот они магазины ну что поехали дальше хочу вам показать как красиво все тут выглядит вы только посмотрите вот так вот отходят катера им мы с вами пройдемся спустимся чуть-чуть пониже чистейшая водичка вот она началом мысах арханкут скалы как же тут здорово вот он мальчок вот он затонувший корабль соответственно к нему тоже ходят прогулки вот такая вот очередь а если вы один либо например просто вдвоем вы можете вообще взять каяку и поплавать сами главное рассчитать время ребятки едем просто по самому краю мыса вот они прогулочки поехали там еще чайка сидит а главное посмотрите какой цвет моря пятнами очень круто слушайте на самом деле тарханкут и байк это это вообще другая история вот я сколько раз говорил на машине одно на самолете другое на катере другое пешком тоже ништяк но байки еще интереснее так если вы захотите сюда приехать на машине то знаете здесь принципе большая парковка я тоже так припарковал действительно такой памятник церквушки оставляют людей монетки не совсем понимают для чего вот такие тут ребятки виды шикарные просто невероятные мысах анкут всего оленевка это конечно же вообще наша отдельная любовь вот он мыслитель сюда конечно многие просто залазит просто сидят просто чем-то думают ну типа так знаете разгружаются вот и конечно делают любые фотографии ну вот конечно вид открывается друзья просто какой-то невероятный вот мы кстати очень так удачно разместились то что он стоит вот так вот палет еще стол вот и еще на второй день здесь пребывание кое-что допетрили потянули вот так вот сетку из-за того то что некуда цеплять поставили значит зонт вот как лайфхак чтобы в палатке не было жарко и вот детвора могла днем отдохнуть и поспать потому что солнце ребята жарит просто что-то нереально пойдем кататься по очереди давай ну-ка родион посмотри на маму в камеру родиша родион куда поехал за мороженым сейчас папа ребята еще многие спрашивают вопрос про электричество смотрите у меня вообще в машине стоит такой преобразователь на 220 я просто его включаю здесь в розетке постоянный ток и все заряжаем все гаджеты телефоны пауэрбанки также можно решить вопросом просто здесь например в кемпинге запитаться за 200 с чем-то рублей вот но мы тут с соседом договорились он уже подключился мы протянем и я подключусь и пополам разделим сумму вообще возите всегда собой если вот вы так любите отдыхать провод ну кабель да то есть метров 10-15 бы катушку возите и пожалуй в любом месте вы найдете где запитаться я сегодня вас приглашаю удивительное приключение которое будет посвящено прогулки на кантере вдоль мыса тарханкут что все мы отплываем посмотрите загруженность катера битком как на банане капитан вот такой у нас значит лодка достаточно длинная классная скорость будет развивать большую причем он уже сказал и на как риана с маленькой крицидитесь в центр чтобы от волны не было сильного удара все полный период мы продолжаем движение посмотрите дальше статуя мыслитель посмотрите ребят а вот эта табличка там это это даст трагедия было по 2002 на году вот здесь таких табличек огромное количество вообще я бы все еще до дошел до него хотел спуститься думаю ладно не пойду да я не стал да мне не надо так ребятки в общем туда дальше вниз я спускаться не решился все-таки это действительно очень очень опасно и здесь вот есть вот такая табличка поставьте на паузу прочитайте и 10 раз подумайте стоит ли идти так ну чё второй раз традиции два раза рыбкой в том году когда мы были на тарханкуте тарханкут забрал мне часы ну то есть не украли да а сейчас после посещения тарханкута да у меня просто перестала включаться камеры я не знаю может вода попала на всякий случай засыпал ее солью пусть она там возьмет свое но посмотрим ребята вы часто в комментариях спрашиваете как мы принимаем душ вот смотрите насенька покупалась я покупался так вот когда мы отдыхаем прям в диких местах мы просто набираем баклажки ложим их на солнце в течение дня они нагреваются такой до такой температуры что даже приходится разбавлять холодной водой когда мы отдыхаем в таких цивилизованных кемпингах как этот то у них как правило есть бесплатный холодный душ там тоже стоят бойлеры на крыше и вода нагревается в принципе ну как пока как в море получается то есть помыться нормально смыть себя соль привести себя в чувство и отлично еще мы с вывозим тоже белевую веревку и вот так вот сушим белье видите как здесь ну не только наши тут еще и ребят белье даже не представляете у нас сегодня самый самый необычный ужин потому что у меня не получилось развести костер и нас не к предложил давай порежем мясом и пожарим его но так как у нас не было сковородки мы его просто пожарили кастрюле с макаронами вкусно радион вкусно радион вкусно как да вкусно вот так вот ладно нам приятного аппетита